Хотели заработать на азартных играх, но получили проблемы с законом. В московском районном суде вынесли приговор организаторам незаконного игорного бизнеса. Всего на скамье подсудимых 4 человека. По версии сотрудников Управления экономической безопасности МБД Татарстана, в июне минувшего года в Казани 26-летний местный житель снял нежилое помещение у 60-летнего мужчины. Последний знал о планах молодого человека и выступил пособником. Тогда арендатор завез игровое оборудование и открыл игровой салон. Роль администратора он доверил 23-летней девушке, а в октябре он нанял еще одну девушку, когда открыл еще один игровой салон на улице Мусина. Незаконный бизнес был закрыт лишь в следующем месяце, когда о нем узнали полицейские. Все четверо были задержаны, а игровое оборудование изъято. Роли в группе были четко распределены. Организатор осуществлял общее руководство незаконными игорными заведениями, что выражалось в разработке мер конспирации и защиты от разоблачения, принятие на работу в игорных заведениях кандидатов, а также контроле за стабильной деятельностью игорных заведений с целью достижения максимальной прибыли. Суд приговорил организатора к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, пособника к одному году шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в один год шесть месяцев, администраторов к штрафу в 25 тысяч рублей каждую. Изъятое оборудование по решению суда будет уничтожено.